Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке запретил американскому президенту Дональду Трампу блокировать пользователей у себя на странице в Твиттере. Не поняли? Тогда еще раз. Суд в США запретил президенту блокировать своих подписчиков. Дело в том, что придя к власти, господин Трамп начал активно использовать свой аккаунт в этой соцсети, как площадку, на которой он общается с избирателями и вообще с гражданами. И, конечно, там не только признания в любви бывают или слова поддержки. Кто-то обрушивается на главу государства с критикой. Таких людей блокировали. Американцы подали в суд. Суд постановил, что подобные действия президента и его команды недопустимы, так как нарушают конституцию Соединенных Штатов, а конкретно пункт о свободе слова. То есть нравится, не нравится, терпите, мистер Дональд. Вы на минуточку глава государства, а не красная девица критикуют. Принимай. Слушайте, я один в шоке сейчас пребываю, потому что у нас-то другая демократия. У нас вон Владимир Путин приехал в Екатеринбург, так все люки в центре города позаваривали. Про нелицеприятные высказывания в соцсетях в адрес главного вообще молчу. Думаю, не каждый рискнет критиковать дядю Ову, а тем более на его же странице или на сайте Кремлин Руччи Ревата. Потому что... Начинаем! Вы наверняка помните, что я неоднократно рекомендовал вам браузерную игру Викинги Война Кланов, и вы будете смеяться, но я все еще в нее играю. Некоторые из моих зрителей уже вошли в мой клан, и теперь мы рубимся вместе. А если кто-то не успел присоединиться, сделайте это сейчас. Вас ждет бонус от меня и создателей игры. Викинги — это действительно интересная игрушка. С одной стороны она легкая и захватывающая, с другой заставляет подумать, выработать стратегию и тактику. А еще это детальная сочная графика, сильная социальная составляющая. Викингов играют геймеры по всему миру. Находи единомышленников. Вступай в клан, где друзья подставят плечо в трудную минуту, поделятся ресурсами и не дадут пропасть на холодном севере. Но если ты хочешь объединиться со мной, давай попробуем. Регистрация бесплатная. Процедура проходит в два клика, а поскольку игра браузерная, не нужно ничего скачивать. Не придется занимать место на жестком диске. Просто заходи и поехали. Ах да, про бонус же я там выше сказал. Перейдя по ссылке в описании, ты получишь в подарок 200 золотых монет. На начальном этапе эти деньги тебе пригодятся. Ну а потом ищи меня в игре. И хочешь вставай под мои знамена, хочешь рубись против, не жди уже. Жми на эту ссылку. Ну а главной темой уходящей недели, безусловно, стал некрасивый и, на мой взгляд, даже хамский выпад грузинского журналиста Георгия Габуни в сторону российского национального лидера. 7 июля в вечернем эфире телеканала Рустави 2. Ведущий позволил себе выйти за рамки профессионального и перешел на личности. Не могу показать это в эфире, потому что очень много нецензурной лексики, мат на мате. Да и просто там, в общем, содержитель, содержательного тоноль. Зачем это было сделано, я не знаю. Я как раз в те дни находился в Грузии, ребят, поверьте. Ну нет, там такой ненависти к нашим соотечественникам, о которой рассказывают российские СМИ. Вот, пожалуйста, мое первое знакомство с Тбилиси. Только что из аэропорта вышел. За путинцем просто спешу сообщить. Вот еду, такси только поймал. Я еще никого тут не знаю. Сами можете слышать, как хуй ему это не я просил, такси сам ее поставил. А вот я в гостинице. Я, вы знаете, был удивлен, но половина телеканалов там показывают на русском языке. Пожалуйста, вот РУ-ТВ вещает на русском языке. Давайте попробуем, попереключаем куда-нибудь. Ну, вот, пожалуйста, канал Сони Турбо, например. Ребят, если говорить о том, что прям вот тут кругом враги, и так вот все нас ненавидят, как нам чешут с экрана телевизора, ну, наверное, тут бы они были либо на английском, либо на грузинском языке. На улицах слышна русская речь. В ресторанах меню на русском, вернее, в том числе на русском. И никого это не парит. У меня даже в какой-то момент сложилось ощущение того, что, похоже, грузины не в курсе, что их в России врагами назначили. Кстати, вот еще, пожалуйста. Просто я сходил на митинг оппозиции к зданию парламента в том же Тбилиси. Вот он, я, пожалуйста, хожу, снимаю. Никто на меня не пытается напасть. Да, выступающие на сцене говорят что-то об оккупации России некоторых грузинских провинций. Я так понял, что речь идет об Абхазии, о Южной Осетии. Но согласитесь, без нас там и правда не обошлось. И в Абхазии в свое время отметились российские миротворцы. И в Цхенвале, или кто-то сейчас станет это оспаривать. Это мы первыми поддержали самопровозглашение независимости в данных территориях. Поэтому, господа грузинам, и правда, есть на что обижаться. Хотя... Это реальная журналистика. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вернемся к инциденту 7 июля. Честно, я действительно считаю подобные выпады непрофессиональными. Более того, это какой-то детский сад. На мой взгляд, наиглупейший поступок, который, конечно же, ничего общего с критикой не имеет. Я сам небольшой поклонник Владимира Владимировича. Но это не означает, что я когда-то опущусь до подобного в эфире. Нравится он мне или не очень. Но это глава целого государства, за которого проголосовали люди. Опустим сейчас момент, насколько то голосование было честным. Оно случилось. И раз миллионы людей не вышли на протесты против результатов выборов в 2018 году, значит, мы, как журналисты, обязаны принять выбор людей. Причем это ведь не только Владимира Путина касается. Я считаю недопустимым хамство в адрес любого главы, любого государства. Будь то президент США, президент Украины, канцлер Германии или премьер-министр Великобритании. Хотя есть ведь во всем этом и другая сторона медали. И вот вы знаете, в русском языке существует такая хорошая поговорка «Относись к другим так же, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». Ну и давайте проанализируем, как себя ведут наши журналисты, например, в отношениях с теми же украинцами. Совсем недавно в Киеве выбирали нового президента. Им стал актер и КВНщик Владимир Зеленский. А теперь давайте вспомним, как освещали ту кампанию в России. И клоуном человека обзывали. И шутом, и какие гадости только не говорили. Я сейчас про российское ТВ. А что так можно, да? Это только про нашего главу Харам, про Владимира Путина исключительно с уважением. А про всех остальных чихать. Какой грязью хочу, такой поливаю. И давайте вот эту вот историю вспомним. С Ольгой Скобеевой, когда российская пропагандистка приехала на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, спровоцировала там конфликт с делегатами из Киева, мужики поступили грамотно. Они не появились на провокацию, а просто запели гимн своей страны, чтобы заткнуть девицу. Пение сопровождалось лозунгами «Слава Украине!» и так далее. Господи. Что тут началось? Фашисты! Бендеровские речевки кричат. А что есть фашистского? В том, что люди кричат «Слава Украине!» Граждане этой страны! Представители законодательной власти! Да! Когда-то сторонники Степана Бандеры использовали данный лозунг тоже. Вот только это обстоятельство не делает его фашистским. Бандеровцы еще и на украинском языке говорили. Борщ украинский ели. Давайте борщ и язык запретим. Самим-то не смешно. Но отдельно хочу продемонстрировать вот этот момент. Коротенько послушайте и прочувствуйте. Ах, вы, пи***ц! Ах, вы, пи***ц! В кадре не просто какой-то журналист или блогер. Знакомьтесь. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов. Член фракции «Единая Россия». Повторять то, что кричит этот человек. Я не стану. Сами все слышали. И так еще раз. Депутат Государственной Думы статусный человек оскорбляет целую нацию. Причем делает это публично. В присутствии огромного количества свидетелей. Все произошло во время Первомайского шествия в Санкт-Петербурге. И ничего. Я не слышал, чтобы депутаты Госдумы затем извинились за своего коллегу-товарища. Или хотя бы в Заксобрании Петербурга вопрос подняли. Я не слышал, чтобы кто-то от «Единой России» выступил и сказал, ребят, мы были неправы, наш однопартиец. В смысле? Милонову даже штрафа не выписали за то, когда грузинский журналист что-то нехорошее сказал. И даже не про нацию. Про одного человека мы все дружно оскорбились. Слушайте, а вам не кажется, что это как-то не алло? Еще раз. Я считаю, что журналисты из Тбилиси поступили некрасиво, непрофессионально, но вправили. Наши пропагандисты и политики раздувать из этого конфликта вселенского масштаба, если они сами себя точно так же ведут. Хотя вопрос, по-моему, опять риторический, как и все вопросы в нашей стране. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Так, на моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там также есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.